Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, которые влияют на динамику финансовых активов. Первый день этой недели прошел довольно скромно. В принципе, понедельник, он традиционно довольно вялый, у нас основные события текущих пяти дней. Дальше будем за ними следить, но сегодня нам также есть о чем поговорить. Давайте начнем с рынка черного золота, который остается на довольно высоких уровнях, Brent 6257. Мы ждем этот актив в районе 65 долларов за баррель. Если вас интересуют совсем заманчивые цели, то я думаю, что в преддверии IPO Saudi Arranco и перед заседанием ОПЕК, которое пройдет 5-6 декабря в Вене, можно даже настраиваться на то, что Brent попробует добраться до 70 долларов за баррель. Напомню, эти ожидания взяты не с пустого места. На заседание ОПЕК уже известно, что страны будут обсуждать продление действия пакта. Текущее соглашение истекает в марте. Саудовская Аравия, как лидер ОПЕК, лидер всей организации, и, скажем, регион, который задает тон и формирует вектор направления мысли, действительно может пойти немножко дальше. Тем более, что есть такая кровная заинтересованность в обеспечении сейчас высоких цен на нефть, поскольку готовит к выходу на публичное размещение с аудиорамкой. Для того, чтобы обеспечить эти условия, достаточно закинуть удочку, скажем так, о том, что было бы неплохо не просто продлить действия пакта, а, например, пересмотреть индивидуальные квоты по добыче. А почему бы и нет? Сейчас на фоне рисков перепроизводства, я думаю, что они все более и более уже становятся заметными. Даже последний доклад ближневосточного картеля ОПЕК также указывал, свидетельствовал, что в первом полугодии 2020 года перепроизводство составит 800-900 тысяч баррелей в сутки. Это много, друзья. Поэтому, если просто продлить действия пакта, этого будет недостаточно, чтобы создать вот эти условия для стабилизации цен на мировом рынке углеводородов. Нужно идти дальше, нужно предпринимать более проактивные действия и снижение квот, особенно если Саудовская Аравия сможет убедить прочих участников, в принципе, очень неплохая как раз идея и инициатива, которая может решить эту проблему. Поэтому ждем, как и раньше, логичного восходящего движения нефти. Будем рассчитывать, что это не просто покупки на ожиданиях. По факту мы сможем вырасти еще больше, друзья. Ждем более солидного профита и ориентируемся на то, что наш прогноз будет оправдан. Доллар-иена 108.98 – это текущие котировки. Предлагаю сделку селл-стоп с уровня 108.80. Вчера на рынке снова появилась информация о том, что Пекин и Вашингтон очень близки к подписанию первой фазы соглашения. Лично мне было смешно, друзья, видеть эти новости, потому что буквально на прошлой неделе мы видели со ссылками на Reuters информацию о том, что первая фаза не будет подписана до конца этого года. Я уж не знаю, действительно, чему верить, друзья. Я предлагаю понемногу просто этот новостной фон фильтровать, убирать и не обращать на него внимания, потому что он действительно уже достал свою неоднозначность. Я думаю, что нужно констатировать тот факт, что если бы были условия для подписания соглашения, оно бы давно было бы подписано. Поскольку его сейчас нет, значит, на самом деле очень много трений между странами сохраняется. Доллар-иена. Хочу обратить ваше внимание на выступление Джерома Пауэлла, председателя американского регулятора, несколько часов назад она завершилась. И фактически Паул, как и мы с вами прогнозировали, после таких кулуарных бесед с Трампом решил занять более мягкую позицию, потому что дал комментарий, который очень хорошо вяжется с идеей продажи доллара. То, что ФРС будет реагировать на любое ухудшение статистики соответствующим образом. Я думаю, что вы понимаете, что соответствующим образом это дополнительное стимулирование. Желтыми флажками для американского регулятора остается слабая инфляция и спад промышленного сектора. Поэтому, друзья, настраиваясь на то, что ставки будут снижаться, не знаю, до конца этого года увидим мы еще одно решение. Ну, может быть, даже вряд ли, но все равно новые стимулы последуют. Goldman Sachs вчера выпустил инвестиционный бюллетень-прогноз по основным валютным парам и также предлагает своим клиентам, ну, а нам, как инвесторам и трейдерам, интересующимся тем, что происходит на финансовых рынках, предлагает продавать доллар. Друзья, если вам не особо интересно мое мнение, вот, пожалуйста, один из самых солидных инвестбанков также дает такую рекомендацию. Евро против доллара 1.10.12. Я думаю, что мы протестируем поддержку 1.10. Накануне вышли слабые данные по бизнес-оптимизму ИФА. Как и ожидалось, статистика стала еще одним доказательством того, что ситуация экономическая требует новых усилий и действий со стороны ЦБ, которые предполагают смягчение экономической политики. Фунт против доллара 1.28.91. 12 декабря состоятся парламентские выборы. От их исхода зависит, друзья, дальнейший вектор поведения британца. Если консерваторы одержат победу, то, соответственно, по заверениям Джонсона он не будет дожидаться срока истечения текущего периода, когда Англия имеет возможность еще подумать относительно условий выхода и выведет страну из ЕС буквально вот уже, возможно, даже в декабре. Потому что если консервативная партия получит большинство, то Джонсон будет иметь возможность протащить сделку через палату общин. Если действительно у консерваторов будет большинство, мы, возможно, адаптируем нашу сделку и развернемся, будем покупать фунт, друзья. Но это, опять же, разговоры ближайшего времени, вот не раньше проведения самих досрочных парламентских выборов. Пока что я думаю, что на победу консерваторов не нужно делать 100% ставку и в связи с этим не нужно отказываться от локальных продаж. Доллар канадец 1.3308. Здесь я предлагаю держать длинные позиции, потому что мы получаем все больше сигналов того, что в январе Банк Канады снизит процентную ставку. В частности, забастовка продолжается седьмой день подряд на одной из крупнейших железных дорог. Через железную дорогу, посредством, скажем, железной дороги экспортируется 50% экспорта. Соответственно, можно сказать, что в четвертом квартале экономика Канады столкнется с серьезными проблемами из-за падения, опять же, экспорта. Не знаю, когда ситуация разрешится, друзья. Пока что это то, что способствует продажам канадца. Доллар канадец держится выше поддержки 1.33. Я думаю, что после выхода пятничных данных по ОВП слабых мы сможем уйти еще выше. Я австралист против доллара. Сейчас котировки 0.6780. Предлагаю сделку селлимит с уровня 0.6790 или даже 0.68. То есть продажу на отскоке. Сегодня в 12 часов выступит, по московскому времени, выступит Филипп Лоу, глава Резервного банка Австралии с докладом о нетрадиционных мерах экономического стимулирования, где он будет говорить о потенциально австралийской программе количественного смягчения. Это должно надавить на курс австралийца. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.